Фэшн коллекшн в модных заведениях твоего города Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Круговец 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 Смена происходит. Константин Суканов на тренерском мостике сборной Сургута. Вбрасывание в зоне Бирюкова. Вбрасывание. Вбрасывание. Выигрывают все-таки игроки сборной Сургута. Попытаются что-то сообразить. Не получилось. Шайба выходит из зоны. И уже игроки Югры в нападении. Будет бросок. Как прошел. Красивый момент. Да, это Хлынцев был. Опять перехват. Немножко уверенности. Хлынцев в шайбу. Не поняли сейчас с партнерами друг друга. Хлынцев забросил в шайбу в зону. Туда никто не поехал. Итак, у Сургута есть шанс атаковать. Был точнее. Теперь этот шанс перешел на сторону Югры. Гость из Кантамансийска. Бросок. Нет. Немножко освоился в воротах. Ай-яй-яй-яй-яй. Какая передача могла бы сейчас получиться. И один в один выход состояться. Мог бы. Андрей Пивоваров освоился немножко в воротах. После двух пропущенных шайб. А вот полилы. В смены так активно вышел. Вышел Кирилл Огурцов. Поборолся и практически соорудил себе момент сам. Но там вновь в защите здоровая игра сыграла. Будут готовить очередную атаку Сургутяне. 24 номер нашей сборной Илья Бельский. Несмотря на товарищеский характер этой игры, хочу заметить то, что хоккейный клуб Югра старается на площадке. Ребята молодцы. Эта игра одна из, один из этапов подготовки к матчам чемпионата КХЛ. И Андрей Пытайчук этого на пресс-конференции предматчу не скрывал. Сказал, что это хороший повод обкатать ребят. Команда сейчас в тяжелой ситуации. Потому что необходимо зацепиться хотя бы за восьмое место, которое гарантирует выход в плей-офф. На Востоке, да. Да, на Востоке. Удачно хоккейный клуб начал сезон. Ну, сравнительно того, чтобы потом серия поражений привела к тому, что тренерский штаб команды был снят. И сейчас уже команда руководит пока временно Олег Давыдов. Но продолжается тем самым игра. Горбунов. Будет ли бросок? Вывел на пятачок. Нельзя, нельзя, давай так бросать. Гостям. Горбунов так достаточно долго стоял практически на одном месте с шайбой. Думал, кому бы отдать, да. Но там все держали своих игроков. Кто-то, видимо, помогал еще. Снова, снова Югра. В зоне сборной Сургута Сургутского района. Распасовка, выход к воротам. Пас, бросок, гол. Красивый. Пас, бросок, гол, да. Красиво, как швейцарские часы. Секунда в секунду, как отстроенный механизм. Красивый момент. Повторим, мы смотрим. Насколько я понимаю, Юна Сандерсон сейчас забил. Да, с передачи Мары Котранчинского. И голевую передачу также на свой счет записывает Виталий Ситников. Капитан команды. Это было первое звено. Хоккейного клуба Югра. Но вновь брается в сбрасывание на середине хоккейной площадки. Его выигрывают игроки сборной Сургута района. И пытаются, не торопясь, но все-таки сродить атаку. Ну, пора, ребята. 5-0. 5-0 это уже счет воспетой группой «Чайф». Не стоит опускать рук, клюшек. Необходимо сейчас собраться игрокам нашей сборной. И все-таки отыграть хотя бы одну-две шайбы, чтобы вернуть интригу матчу. Понятное дело, что по ту сторону площадки достаточно серьезный соперник. Представитель континентальной хоккейной лиги. Но, тем не менее. Что за счетом у нас? 5-0. 5-0. А и выход 3 в 1. И, собственно, как по нотам, девятый номер. Михаил Плотников поражает ворота сборной Сургута-Сургутского района. Помог ему. В этом Павел Варфоломеев смотрим еще раз. Но тут шансов не было. Все идеально разыграно. Никита Гусев отдавал Михаилу Плотникову. Ну и 6-0. 6-0. Неутешительный счет даже заставил болельщиков немножко хитнуть. Но надо забивать, надо постараться забить эту шайбу. Неудачно вошел в игру вратарь сборной Сургута района Андрей Пивоваров. Последней шайбе абсолютно нет вины голкипера. Втроем выходили. Лежащий защитник пытался перехватить шайбу. Ну и получилось так, что три игрока выходят против вратаря. Ну вот сейчас контратака сборной Сургута-Сургутского района. Три в два. Перевод на пятачок. Гол! Вот она. И вот она первая шайба в истории сборной Сургута-Сургутского района. И забита она... Ее забивает Константин Коробов. Передачи... Передачи 86-го номера. Ивана Иваненко. Ну отличная шайба. В этой атаке также поучаствовал еще и Сергей Винц, бывший игрок хоккейного клуба «Югра». Ребята, молодцы. Ну сейчас нужно завестись, мне кажется. 1-6. Вбрасывание. Вбрасывание выигрывают хоккеисты «Югры». И вновь они в атаке. Интересно, вот как профессионалу пропускать шайбу от любителей? Как ты думаешь? Наверное, как в боксе, когда профессиональный боксер на ринге против любителя пропускает... Я, честно говоря, не думаю, что сейчас вот в головах игроков «Югры» сидит мысль о том, что они играют с профессионалами, с любителями. Потому что они там на голову выше. На лице не написано. Ну да. Обычно так вот, ну в профессиональном спорте, по крайней мере, можно сказать, что так матчи и проигрываются, когда происходит банальная недооценка соперника. Наверное, что при счете 1-6 не идет уже речи об этом. Но расслабляться, я думаю, что игроки не будут, потому что нужно доказывать и тренерскому штабу «Югры» состоятельности. А вот сейчас очень здорово сыграл Пивоваров. Да, красивый, достойный сейф. Красивый сейф, да. Бирюков также, я помню, несколько раз своими глазами видел, как Михаил Бирюков именно таким образом спасал свои ворота от взятия ворок. И, видимо, за это был приглашен в сборную России, в национальную команду. Ну, смотрим еще раз. Да, очень красиво. Вот стопроцентный момент был у Хлынцева. Но наш вратарь был прозорливей. И сборная Сургута с шайбой. Напоминаю, счет 1-6, второй период. Это благотворительный матч между хоккейным клубом «Югра» и сборной Сургута Сургутского района. Поддержку тяжелобольного мальчика доведен. Еще момент! Ну, вот сейчас что-то пытаются соорудить игроки нашей сборной в зоне. Ну, и болельщики оживились заметно. Да, 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 да. Бросок по воротам был, но там блокировали сургутяне бросок. Стоит отметить, что сборная Сургута и района собрана из игроков, выступающих в альтернативной хоккейной лиге. Это чемпионат города Сургута. Ребята вместе тренируются в рамках сборной всего буквально полтора месяца. Поэтому некая несыгранность, допустим, тому же, что на той стороне площадки профессионалы. Это им простительные некоторые моменты. Но, тем не менее, они стараются показать достаточно качественный хоккей. И еще один момент какой-то. И снова пивоваров на высоте. Сборная сургута в зоне Югры. Бросок! Вот сейчас здорово берегов. Опасно отскочила шайба от вратаря Югры. Продолжается игра. И хантамансийцы сейчас будут пытаться поразить ворота. Пивоваров вошел во вкус, я смотрю. На любой вкус отражает. Три стопроцентных момента он отразил. Так что можно сказать, что потихоньку-потихоньку реабилитируется в глазах. Ну, по крайней мере, своих одноклубников. Вот сейчас посмотрим момент этого. Этот момент. И опять впадение, да. Опять впадение отразил. Хороший бросок. Хороший бросок. Опять скорость, темп игры немножко упал. Ну, только 1.6. Ну, собственно, это логично. Сейчас вновь пытались угорчане замкнуть прострельную передачу. Христок звучит удаление. Остановка, я прям удаление. Бирюков уезжает и меняет его Евгений Кузнецов. Алексей, я прошу прощения, Кузнецов. Галкипер, который в этом сезоне был приглашен. Вместо Эдгарса Масальскиса. И занимает место в воротах. Нет, не было удаления. Кузнецов Алексей, номер 20-й. Сейчас будут пытаться сургутяне забить уже Кузнецову. Не могу сказать, будет проще, либо будет сложнее. Там вратари, наверное, одного уровня. Других в командах КХЛ не бывает. Ну, так или иначе, как ты говорил в самом начале нашей трансляции, что забить Бирюкову, двукратному чемпиону мира, почетно. Все-таки с этой задачей наши игроки справились. И Бирюков не уехал. С нулем. Без шайбы, да. Бросок. План минимум на игру выполнили. Теперь можно немножко расслабиться, правда, нашим игрокам. И поиграть, как говорится, в свою игру. Нет, ну я думаю, что расслабляться-то не стоит. Навязывать свою игру. Я не имею в виду расслабиться, а просто немножко эмоционально, вот, какие-то нервы убрать. Потому что, понятное дело, что против профессионалов сложно, но тем не менее. Ворота сдвинуты. Пока не замечают этого арбитра. И не останавливают игру. Все, остановка. Да, вот, ворота сдвинуты. И угорчане указывают арбитру. Напомню еще раз, матч сегодня обслуживают арбитры Сургута. Денис Хасанов главный судья. Его помощники Рафаэль Нури Ахметов и Илья Сазон. Каких-то грубых моментов не так было много в этой игре. Было одно удаление всего лишь. Было одно удаление. И Югра его реализовала практически сразу. Вот, собственно, так и родился первый гол. Итак, сборная Сургута в нападении. Бросок. Слава выходили. Это бросал 17-й номер. Вот и Алексея Кузнецова проверили. Огурцов проверил Кузнецова. Кузнецов оказался на месте. И сейчас будет вбрасывание в зоне хоккейного клуба Югра. Кантамантицы выигрывают это вбрасывание. Перехват достигла цели передачи. в сужой зоне. По-джентльменски сборная Сургута также потеряла шайбу в ответной атаке. Радует то, что команды показывают красивый хоккей, при этом не уподавляются какой-то грубой дворовой игре. Фильмы друг друга, как говорится, не прессуют. Это радует, да? Мы видим красивые технические элементы. Видим атаки. Абсолютно, абсолютно. Я вам открою еще один небольшой секрет. У нас после окончания основного времени матча, ну, по крайней мере, точно, абсолютно запланирована серия буллитов. Вне зависимости от результатов этой встречи, я думаю, что там хоккеисты уж точно порадуют болельщиков. Ну, а сейчас сборная Сургута может порадовать болельщиков. Атака. Атака не увенчалась. Это успехом. Да, силовой прием такой. Теснел защитник Югры, нападающего сургутской сборной шайбы. И все, собственно. И теперь уже Югра в нападении. И перехват. Опять перехват. Опять перехват. Это все. Это тринадцатый номер. Это Илья Самбук. Пытается, пытается форсировать события. Молодец. Три в три. Бросок мимо. Кирилл Князев бросал. Ну, сейчас подарили буквально Князеву шайбу. А Югре атаку. Подарили. Вот такой тоже силовой приемчик. Девять седьмой номер. Сборная сургута. Выносит шайбу сургутяне из своей зоны. Не фиксирует проброс судей. Кузнецов устанавливает шайбу. И Югра начинает новую атаку. Очень быстро сейчас пытается все это дело организовать. Кантамансийцы. И не получается. Вновь неточная передача. Югра на подборе. Югра Андерсен. Шведский легионер Югры. Именно Фьюгра в зоне сборной сургута и района. Распасовка. Чуть не ушла шайба. Я вот честно говоря не вижу Стивена Биксена. Он на площадке только что участвовал в атаке. Продолжает вместе с одноклубниками атаковать ворота сборной. Отличный сейф. Алексей Пепеляев бросал по воротам сборной сургута. Андрей Пивоваров на месте. Сейчас есть возможность провести смену. Чем собственно обе команды пользуются. Я напомню, что счет матча 6-1 в пользу хоккейного клуба Югра. Ну вот так вот. И опять сбился в ворота. Пивоваров там косьми практически лег. И заметьте, шайба так и не пересекла все ворота. Ворота уехали. Да, даже сдвинутые ворота. Ну это тоже своего рода борьба, тактика. Еще раз посмотрим. Это Гусев был, да? Ну там, да, Гусев. Вместе с игроком сборной сургута они так сдвинули немного и ворота, и Пивоварова. И вновь Югра выиграет, и вновь Гусев. Никита Гусев бросает, а Пивоваров отражает этот бросок. В контратаке не получится. Потеря шайбы. Сейчас, видимо, часть составов сменится, сменятся звенья. И вновь вот-вот уже брак. Много брака все-таки в игре. Опять игра останавливается. Да, проброс, похоже, фиксирует. Ленис Хасанов на ваших экранах был, главный судья этого матча. Вбрасывание выигрывают хоккеисты Югры. Они пытаются организовать быструю атаку. Получается выход. За счет скорости, да. И 7-1. 7-1. Шайба на счету. Плотников. Плотников. Похоже, Плотников. Еще раз давайте посмотрим. Девятый номер. Михаил Плотников. Убежал. Убежал в отрыв. Убежал. И обманул вратаря. Еще раз смотрим. Хороший момент. Да. Хлесткий такой удар. 7-1. Напоминаю, второй период. Убежал Никита, номер 97. Судья-информатор подсказывает то, что передачу отдал, так сказать, в быстрый отрыв своего одноклубника пустил Никита Гусев. Он, кстати, был очень активен. Последние минуты. Это рвется вперед. Вновь перехват. И два в одного. Хлынцев не промахивается. Хлынцев не промахивается. И делает счет 8-1. Иван Хлынцев, один из лидеров хоккейного клуба «Югра». С передачи Михаила Жукова. Еще раз смотрим. Начал атаку Виталий Ситников. С такого хорошего угла сейчас попадает Хлынцев. Мастерство показалось. Ну, разыграли, наверное. У Пивоварова, у вратаря сборной Сургута не было просто шансов. Ситникова Виталия, номер 25. Шайбу забросил Хлынцев Иван, номер 11. И так должна все-таки сборная Сургута и района ответить. Ох ты. Что делает Андрей Котегов? Красава! Отлично! Сейчас выговаривает 16-й номер «Югру» Владимир Горбунов своему голкиперу. Ну, не просто так сейчас. Вторая шайба улетает в ворота. Смотрим за счет индивидуального мастерства. Сейчас здорово сыграл Андрей Котегов. Посмотрим повтор этого момента. Обыграл Кузнецова нападающей нашей команды. В команде АХЛ Сургут. Проведена замена вратаря. Ворота команды защищает Гатауллин Айрат, номер 20. Вот Айрат Гатауллин вернулся. Шайбу забросил Котегов Андрей, номер 9. Ворота сборной Сургута. Напомню, Айрат Гатауллин очень уверенно отстоял первый период, пропустил всего две шайбы. О, сейчас сборная Сургута опять в нападении. Ну, может быть, ребята еще одну забросят. Бросок. Нет, Кузнецов на месте. А шайба в ловушке вратаря команды «Югра». Так, вбрасывание в зоне игры. Счет 7-2. Тяжелый счет. Пять шайб отыгрывать очень сложно, но время есть. Посмотрим повтор. Результат этой встречи по-спортивному, конечно же, наверное, для хоккеистов важен. Но, по сути, это игра для болельщиков, которых собралось сегодня достаточно большое количество. И, наверное, все-таки то, что происходит на площадке, им нравится. Конечно же нравится, ведь хоккейный клуб «Югра» впервые в нашем городе выступает. Я знаю, что на этот матч собрались люди не только из нашего города, но и из Сургутского района, а также из... Я знаю, из Нефтьюганской люди собирались приехать в поселок Пойковский. Здесь в составе сборной Сургутского района играет и хоккеисты Нефтьюганской команды, выступающие в чемпионате альтернативной хоккейной лиги. Сургут тем временем имел два хороших момента. Да, да, да. И сейчас Инос Андерсон отдает передачу Стивену Диксону. Вот, кстати, впервые я его лично вижу. Ну, сборная Сургута перехватила шайбу, врывает бросок, бросок. Кузнецов фиксирует... Да, Кузнецов фиксирует шайбу. Илья Бельский сейчас пытался... На пятачке что-то решить исход этой атаки. 24-й номер. Вбрасывание. Вбрасывание. Рапальновий Ахметов сейчас. В зоне Югры, Югра. Югра выигрывает шайбу. Ну так, процентов 90 вбрасывание, конечно, остается за Югрою. И это хорошее подспорье этой команде. Все-таки проще атаковать, чем защищаться. Не торопится игрок Югры. Ну такая хорошая поперечная передача. И что, еще гол? Нет. Не смог. Не смог Пивоваров отразить эту шайбу. Интересный момент. Ну, в принципе, доверного довели, да. На пятачке был один. Это... Михаил Плотников. Михаил Плотников. Ну, кстати, новичок Югры. Из Адмирала Владивостокского перешел в Югру. И... Дубль? Да, дубль на счету Михаила Плотникова. Главный обидчик сборной Сургута. На данный момент. Тем временем, сургутяне пытались. Пытались атаковать ворота Кузнецова, но потеряли шайбу. Югра в атаке. Передача, перехват... Да, перехватили шайбу. Давайте, ребята. Я вот хочу поправиться. Я так вспоминаю, что это третья шайба уже. Это трейку Плотникова. Так что... Заканчивается у нас второй период. Минутки три нам осталось сыграть. И Югра сейчас будет пытаться... Еще одну нарко провести. Оффсайд. Примерно две минуты остается до окончания второго периода. Счет неутешительный. 9-2. Вбрасывание выиграют хоккеисты Югры. Доходят в зону сборной Сургута. Суминаевна там борется за шайбу. Наверное, будет сейчас бросок. Нет, передача. Ну, какие-то игровые связки наигрывают югорчане, хантамансийцы. Казалось бы, логичнее было совершить бросок. Ну, счет позволяет поэкспериментировать вполне. Тем временем игра продолжается. Не удалось оставить шайбу в зоне хантамансийцам. И сейчас по этому будут ходить, пробовать еще раз. Крилл Князев. Наброс там на Плотникова был, на Варфоломеева. Ну, вот так сургутяне не по-дружески, скажем так, с Князевым обошлись, там отталкивались. Ну вот, Михаил Плотников из команды Югра, который забил хэт-трик, тоже, можно сказать, не по-дружески обошелся с командой сургутой района. О, какой момент! Будет ли бросок? Нет броска. Нет броска. Ну, перемудрили, да? Это, конечно, поднята рука арбитра. Да, удаление. Будет удаление в составе сборной сургута. Последняя минута второго периода. Последняя минута второго периода. Что у нас сейчас будет происходить? Булит. Назначен булит ворота сборной сургута. Девятый номер. Отправляется на скамейку Андрей Котегов. Исполнять булит будет Велли Матти Савинайнен. Нет. За задержку соперника Клюшкой наказан Котегов Андрей, номер девятый. Да, за задержку соперника Клюшкой. Ворота команды АХЛ Сургут. Итак, смотрим Савинайнен. Ну, здорово, конечно. Здорово. Велли Матти Савинайнен отправляет очередную. Это уже десятая, по-моему, да, шайба? Десятую шайбу. Да, десятая шайба. Савинайнен Велли Матти, номер восемьдесят восьмой. Команда Югра. Смотрим повтор этого момента. Обыграл нашего вратаря. У Эйрата Гатаулина не было шансов отразить эту шайбу. Он поверил дриблингу Пина. Ну и сорок секунд остается у нас до окончания этого периода. Будем надеяться, что сургутяне смогут забросить еще, но уже, наверное, в третьем периоде. Ну, хотя, сейчас посмотрим. Бросок Кузнецов отражает. Успевает ввести шайбу в игру. Демонтийцы Андерсон. Оставляет шайбу Савинайнену. Диксон. Диксон разыгрывает. Будет бросок. В борт попадает шайба. Чуть-чуть точности не хватило. Вот сейчас переход. Ой, 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 ой. Не получилось принять передачу. Качественная передача. Хороший выход 1 в 0. Ну и все, заканчивается второй период. Счет на табло 10-2. Спасибо хоккеистам за такую голевую феерию. К сожалению, только практически все шайбы влетели в ворота. Сборная Сургута мы с вами не прощаемся. И через несколько минут вернемся. Это благотворительный хоккейный матч. Реклама на радио. Раз. Реклама на телевидении. Два. Реклама в газетах и журналах. Три. Дизайн и полиграфия. Четыре. Наружная реклама. Пять. Рекламно-информационное агентство «Пять звезд». Реклама.